В Госдуме прорабатывается вопрос о законодательном запрете частным клиникам в России проводить аборты, как сообщает BBC. Всем привет, это ЛангТок и с вами Филипп Церетель и сегодня мы поговорим о запрете абортов в РФ. 8 ноября вопрос о запрете абортов поднял патриарх Кирилл в письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину. В нем он попросил Володина запретить аборты в частных клиниках. После частные клиники в регионах России начали отказываться в проведении абортов, якобы добровольно. Казалось бы, почему именно сейчас? Если посмотреть на нынешнюю ситуацию, в июле этого года подконтрольные Кремлю новостные агентства получили распоряжение об ограничении освещения демографического кризиса в РФ, как указывал инсайдер. За пять месяцев 2023 года Россия лишилась 236 тысяч человек в результате естественной убыли населения. На состоянии 2020 года в РФ пребывало 11,5 миллионов человек. Учтем эмиграцию с начала войны в Украине, плюс число убитых на фронте человек и прогрессию этого числа, плюс отток граждан с приобретенным гражданством, плюс падение рождаемости. И это уже глобальная проблема, рискующая подкосить будущее России. Сама процедура абортов также запрещена в таких странах, как Афганистан, Бангладеш, Винсуэла, Египет, Индонезия, Ирак, Иран, Ливан, Ливия, АОЭ и Сирия. Теперь и Россия рискует пополнить этот список. Сам Путин ранее 3 ноября подчеркнул, что проблема абортов острая, но не высказался в поддержку запретов. Коммерческие клиники в 2022 году провели лишь пятую часть от всех абортов в стране, или чуть более 102 тысяч процедур, сообщали ведомости с ссылкой на данные Росстата. Тут стоит отметить, что первостепенно частные клиники прибегают к методике медикаментозных абортов, что значительно безопаснее для репродуктивного здоровья женщины. А в случае исчезновения такой возможности, хирургические аборты могут привлечь еще больший демографический кризис. А мы продолжаем следить за развитием ситуации. С вами был Филипп Церетели и Лонг Ток. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова